Валерий Седов В последнее время участились случаи мобильного мошенничества. Расскажите нам, какие виды существуют? Мобильное мошенничество – это мошенничество с использованием мобильной сотовой связи. Мошенники используют различные способы для того, чтобы ввести в заблуждение граждан и получить их имущество к себе в пользование. Чаще всего это происходит при помощи злоупотребления доверием, либо введения в заблуждение человека. Одним из способов мошенничества является злоупотребление доверием. То есть мошенник звонит и говорит о том, что с его родственником случилась какая-то беда. То есть, например, он попал в ДТП. И якобы вопрос можно решить, если данный гражданин переведет определенную сумму денег на указанную карту, либо на счет мобильного телефона. То есть, а впоследствии, когда человек уже звонит своим близким и говорит о том, спрашивает, все ли у него нормально, он говорит, ничего и не было. Этот способ существует довольно-таки давно, но люди до сих пор почему-то верят таким людям. То есть, и ведутся на это мошенничество. Второй распространенный способ – это хищение денежных средств у граждан при помощи использования СМС-сообщений от имени банка, который говорит о том, что его счета заблокированы, карта заблокирована. И для того, чтобы разблокировать свой счет, необходимо набрать определенную комбинацию цифр. В итоге гражданин, который думает, что у него карта действительно заблокирована, набирает комбинацию, которую ему продиктовали, либо указали в СМС-сообщение, и происходит перевод денег на счет мошенников. Еще один из способов мошенничества осуществляется посредством СМС-сообщений. То есть, гражданину на мобильный телефон приходит СМС-сообщение о том, что он случайно положил деньги, перевел, то есть, какую-то определенную сумму денег на его номер телефона. Добропорядочные граждане, которые верят в это, не проверяя свой счет, то есть, сумму, которая находится на СМ-карте у него, переводят обратно эти денежные средства. В итоге он, получается, что переводит свои средства посторонним лицам. Еще не менее распространенный способ мобильного мошенничества является розыгрыш приза. То есть, также абоненту приходит СМС-сообщение на мобильный телефон с указанием, что он выиграл какую-то крупную сумму денег, либо автомобиль, и для того, чтобы он получил этот приз, ему необходимо оплатить пересылку, грубо говоря, какие-то проценты от выигрыша, для того, чтобы ему его получить. Соответственно, люди, думая, что они действительно выиграли что-то, переводят денежные средства. Но в результате они ничего не выиграли, они также просто попрощались со своими накоплениями, ну и подверглись под влияние мошенников. Также существует еще один вид мошенничества, так называемый платный код. Мошенники осуществляют звонок на мобильный номер абонента, который берет трубку, и ему указывают о том, что есть определенные услуги, 50% скидки на их связь, за город. В общем, предлагают более удобный пакет услуг по мобильной связи, касается которой. И также, находясь по другой линии, то есть не прерывая телефонный разговор, набирают комбинацию по телефону. Но гражданин думает, что он подключил какую-то услугу, а вместо того он перевел деньги мошенникам. Как не стать жертвой мошенников? Что нужно делать? А точнее, чего не нужно делать? Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, не надо верить в то, что можно выиграть большой приз просто так, не участвуя нигде. Надо проверять поступившую ему информацию. То есть лишний раз позвонить своим родственникам, убедиться в том, действительно ли к ним обратились сотрудники банка и так далее. То есть не надо по мобильному телефону сообщать пароль, код, карты, номер карты и другие свои установочные данные. А откуда злоумышленники берут номера жертв? Ну, я что могу по этому поводу сказать? Сейчас у нас широко развит интернет, где указываются телефоны, грубо говоря. Взять даже в Авито, открывают люди объявления, там указаны и мобильные телефоны, то есть имя владельца. Поэтому, когда мошенники хотят произвести какие-то преступные действия и завладеть чьим-то имуществом, соответственно, им будет достаточно мобильного телефона и имени. Вы говорили о таком виде мошенничества, когда злоумышленник звонит и представляется родственником жертвы. Вот как в таком случае не попасть на крючок мошенника? Срочно перезвонить родственникам и убедиться, что с ними все нормально. И, как правило, при таком виде мошенничества стараются людей застать врасплох, чтобы они не поняли, что происходит. Ввести в заблуждение до такой степени человек, что у него начинается паника, он просто переводит свои деньги. А стало ли больше обращений по мобильному мошенничеству в последнее время? Обращений довольно-таки много, вплоть до самых обыкновенных, повторюсь, объявлений в Авито, переведите свои деньги, грубо говоря, за покупку покрышек. А в итоге человек ничего не получает. Часто ли удается поймать злоумышленников? Когда происходит мобильное мошенничество, то есть человека потерпевший не видит в лицо, то есть мошенника, он слышит только его голос. А сим-карту, ну, нам никому не секрет, можно приобрести и на чужое имя, и на несуществующее имя. Как работает полиция после обращения граждан? Что нужно иметь при себе гражданину при обращении в полицию? Если произошел такой вид мошенничества, если у человека случилась такая беда, обратившись к сотрудникам полиции, он рассказывает всю ситуацию, пишет заявление, далее, далее он указывает номер, с которого был совершен звонок. Мы, в свою очередь, для того, чтобы раскрыть данное преступление, проверяем его по сотовым компаниям, на кого зарегистрирована данная сим-карта. Если это удается, получить такую информацию, что действительно, да, этот человек пользуется данным мобильным телефоном, данным номером абонентским, и именно он совершил преступление, то это хорошо. Но чаще всего, чаще всего данные номера зарегистрированы на лиц, которых, в принципе, найти невозможно. А дело в таком случае останавливается или расследование продолжается? Нет, расследование ведется в любом случае. Запросы делаются во все сотовые компании, то есть даются указания, которые выполняются. Но в сфере мобильных мошенничеств довольно-таки сложно найти действительно тех мошенников, которые совершили данный вид преступления. Потому что они очень грамотные и пользуются всеми технологиями и новинками. У них очень много ущищрений, чтобы просто не попасться. Существует такое понятие по горячим следам, вот в случае мобильного мошенничества оно применимо, если человек обратится сразу после преступления, велик ли шанс поймать злоумышленника? Чаще всего граждане, которые понимают, что их обманули, начинают искать деньги сначала, их средства самостоятельно, то есть осуществляют звонки на данные номера, которые их обманули, и обращаются только на следующий день. Бывают случаи, когда граждане только через неделю сообщают о том, что с ними случилась такая-то беда. Ну, соответственно, в мобильном мошенничестве такого нет. Понятие, как по горячим следам. А стоит ли обращаться в полицию только при хищении какой-то крупной денежной суммы или в любом случае? Если это связано с мошенническими действиями, с кражей вообще, любой гражданин не то что имеет право, он должен обращаться к сотрудникам полиции за помощью, будь то кража, мошенничество, любой материальный ущерб, он является ущербом для гражданина. Для кого-то он 100 рублей значительный ущерб, для кого-то это мало значительный, но это ущерб, который был причинен. Существует ли какой-то отдел, который занимается именно мобильным мошенничеством? Эти дела поступают к обычным дознавателям и обычным следователям. Нет определенной группы, которая бы занималась данным видом мошенничества. Мобильное мошенничество ведь не появилось ниоткуда, наверное, оно существовало с появлением мобильной связи. Вот скажите, в последнее время как-то участились обращения граждан или нет? Нет. С каждым разом способы хищения денежных средств путем мошенничества все изощренней. И насколько выдумки хватит у категории данных лиц, которые совершают эти преступления, неизвестно, что на следующий раз, какой вид они изобретут. Если человек все-таки стал жертвой мобильных мошенников, куда ему идти и как обращаться? Ну, достаточно позвонить. Если номер дежурной части неизвестен, по какому району, то 02. Екатерина Вадимовна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok